Шатер Рамадана объединяет. Под таким лозунгом в махачкалинских мечетях продолжаются благотворительные ифтары. Самая крупная площадка расположена на территории центральной джима мечети. Здесь ежедневно на ифтары Сухур приходит около 4 тысяч человек. Накануне расходы на организацию одного дня взяла на себя строительная компания «Монолит-05». Тему продолжит Курбан Радимов. Коллективный ифтар – время особой радости для верующих. Это не просто вечерняя трапеза, но и хороший повод для встречи. В один из последних дней Рамадана финансирование ифтара на территории джима мечети взяла на себя строительная компания «Монолит-05». Наша компания неоднократно проводила различные благотворительные акции. Мы постоянно сотрудничаем с различными благотворительными фондами. А вот ифтар именно на территории мечети первый раз. Спасибо всем тем, кто пришел от лица нашей компании, от лица Эльмиры Потаховой. Спасибо всем, кто принял участие в данном ифтаре. И думаю, не последний раз встречаемся. Взрослые, дети и молодежь. На разговения приходят с семьями, с коллективами после работы или просто с друзьями. Звучат нашиды, в шатре всегда царит теплая атмосфера. Такие акции в очередной раз показывает единство верующих в священный месяц. С добрыми пожеланиями к собравшимся обратились сотрудники компании «Монолит-05», а также приглашенные друзья и партнеры. Среди них представители органов власти, депутаты и титулованные спортсмены. Мы же видим, сколько молодежи, взрослые, все эти люди приходят сюда. Они приходят сюда не просто даже покушать, они приходят сюда, увидят людей, отдохнуть душой и сердцем. Это очень важно, потому что хорошие дела, если они входят в нашу жизнь, мы должны это поддерживать, продлевать вот это все, чтобы мы этим самым вытесняли плохое. Очень плохое в жизни происходит, и вот такие мероприятия успокаивают душу и объединяют наши сердца. Это такое мероприятие, которое Ифтар в своем местах делает, люди общаются, люди друг с другом видятся, и какой-то эмоциями делятся, и вообще, я считаю, это объединяет Ифтары людей, духовно объединяет. Поэтому это очень нужная вещь. Вот республиканское было, городское было, районное, все делают. Вот так вот, если будут все и бизнесмены участвовать в таких мероприятиях делать, у нас вообще процветание будет в Дагестане, побольше будет. Дай вам здоровья, удачи, успехов вот таким людям, как Эльмера и Монолит 05. С первыми звуками азана верующие разговляются водой и финиками. Затем, после вечерней молитвы, приступают к коллективной трапезе. Основное блюдо здесь уже фирменный узбекский плов. Также на столах фрукты, соки и выпечка. Организатором шатра уже 10 лет выступает фонд Инсан. Компания Монолит 05 не первый раз сотрудничает с благотворительным фондом Инсан. И ранее мы несколько раз уже проводили благотворительные мероприятия. Буквально в месяц с Рамадан на прошлой неделе мы проводили акцию, где мы распределяли около 300 продуктовых наборов, где мы охватили около 70 нуждающихся семей и обеспечили за счет компании Монолит 05 продуктом первой необходимости. И, как мы видим, сегодня это мероприятие прошло. Было очень много, большое количество людей. Все были довольны, все люди благодарили. Хочется пожелать удачи руководству компании Монолит 05 за то, что принимает участие в таких социально важных мероприятиях, принимает участие в благотворительных мероприятиях. Ифтары и забота о малообеспеченных семьях – это лишь небольшая часть благотворительных инициатив, о которых рассказывает Монолит 05. Многим своим акциям компания не придает публичности, считая это лишним. Здесь уверены, добрые дела всегда возвращаются старицей. Курван Рагимов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.